Если мэр, то достойный. Избирателей главы города пикетчица напутствовала у ворот. Но что значит достойный, объяснить не смогла. Мне просто хочется человека, такой, чтобы был хозяйственник. Скорее всего, Франк, конечно. А вы о нем что-нибудь знаете? Вот он хозяйственник, он какой? Ну, как бы сейчас посмотрела, вот это время он замещает, да, получается. Вижу всякие вот, идет у него работа хорошая. Конечно, частное мнение. С чем у Франка пока хорошо, так это с критикой за снег. Хотя, кого это зимой за него не ругали. Накануне Вячеславу Генриховичу выразили партийную поддержку из Москвы. Сегодня пришло время барнаульских депутатов. Но перед этим нужно было прослушать пятиминутки кандидатов. Первый Сергей Шумов даже не пришел. Взял самоотвод. Александр Барсуков самоотверженно призывал к патриотизму. Последний завод, когда вот прорушали вот здесь и построили, аппаратурно-механический, построили на месте его Ашан. Ну, я не знаю, как к этому относиться. Личная боль за трибуной, а после самоотвод. Артем Зеров сделал первую попытку выступления. Чтобы такие, как он, не уезжали в Москву, в Барнауле нужны места работы и развития. И добавил, не изберут в мэры, готов работать за идею. С чем никогда не смирился бы Андрей Крылов. Вместо программы он призывал депутата подуматься и голосовать лично, а не как велит партия. Кандидатуру свою он, конечно, снял. На контрасте крайне протокольным стало формальное выступление неназванного победителя. Сегодня у нашего города есть уникальные инструменты, национальные проекты. Именно над них я построил свои программы. Я смотрю на политиков, в том числе, которые выступали сегодня здесь. Мне подобной деятельностью заниматься неинтересно. То есть я человек достаточно серьезный, я оцелил, в принципе, только на созидание какое-то. Сбодрил зал лишь один заслуженный в силу возраста кандидат Василий Часовских. Комсомольское прошлое или природная харизма, но гарантировал взять в кулак весь город. Я город приму, если меня вы изберете, какой он есть. Но через пять лет он будет другой. Будет строительство, будет все. И воровать не будут. Но ничего не изменится. Почти единогласно, без шести оппозиционных голосов депутаты избрали другого. Я не расстроился, но результат ожидаем. Те мои избиратели, которые были в лотереи, они остались. Не один. Ну и все-таки я считаю, чтобы в повестке была программа кандидата, а не частушки. Выборы там, фрикит. А вот это что было? Как это развить все мне теперь? Такие выборы в мэры стали приятным праздником для зрителей. Неожиданный фарс при известном с осени результате. Вячеслав Франк принял присягу и занял удобное положение в кресле Думы. Отвечать за город ему пять лет. С чего начнет, обещал рассказать в ближайшее время. Анастасия Драган, Николай Шелко. День с толком. День с толком.